Здравствуйте! Многим рыбакам я задавал один и тот же самый вопрос. Весьма интересный ответ я получал. У тебя есть насадка для ловли леча, есть прикомка для ловли леча, есть двойный монтаж для ловли леча. Зафигню всё в реку, кого ты должен поймать. И ответ меня весьма убил. А именно, леща! Я задавал встречный. А то куда ты зафигнил, там вообще лещ есть? И в тепловом колодце, где, например, или в канализационном бачке, где лещей нет, что бы туда ни зафигнил, как говорится, леща ты не поймаешь. И второе. Позволяет ли сегодня рыбе вообще погода питаться всей рыбой, в том числе и лещом? Многие рыбаки, в принципе, на канале писали, что у них на реке лещ на макаронной изделии, то есть на те же самые рожки, в другую самую лапшу, лещи не ловят. Давайте не будем забывать, что, например, есть такие макаронные изделия, как звёздочки. Очень хорошая насадка для леща. Ну, в принципе, лапша и рожки состоят из тех же самых компонентов, что и обычная макаронная звёздочка. А теперь давайте рассмотрим причину, по которой лещ на вашей реке, на макаронные изделия, такие как рожки лапша, не ловятся. В вашей реке. В самом начале видеоролика я не случайно вам об этом рассказал. Есть насадка, прикомка и монтаж для леща. Зафигнув всё в реку, рыбак должен этакие поймать леща. И это как раз то самое заблуждение, почему на макаронные изделия бывают у многих на удочку или на тот же самый фидер леща и не клюёт. Потому что макаронные изделия, любые, будь то рожки, будь то звёздочка, будь то, что там лапша, либо что, другой макарон, чтобы мы нацепили, это всего лишь насадка. Дальше ошибка принципа рыбака. Теперь обо мне и поподробнее. Раз забросили, допустим, на фидер, второй, третий, четвёртый, пятый. В точке лова рыбы нет. Ну нет там этого леща, ну нету его, нету. Ну, рыбак что делает? Так, делает вывод. Пять, шесть, десять раз забросил, леща не поймал. Значит, на макарошке рыба сегодня такая, как лещик, не клюёт. Меняет макарошку на червяка-опарыша, либо тот же самый горох или кукурузку и кидает. А пока он туда же самое перекидывал всё это дело, лезет снизу по течению, в точку лова приплыл бабах, туда прицепил фазонный монтаж, на крышке которого находится обычный червяк или опарыш, кукурузный или горох. И лещик его, хоп, поймал рыбак, лещика на червяка, или на опарыш, или на кукурузку, но не на лапшу, или там те же самые рожки. Но рыбак как раз и сделал вывод. Так, на моей реке, на моей реке сегодня, да не только сегодня, в принципе, лещ на лапшу, макарошное изделие все не ловится. Ловится на червяка, кукурузу, горох, в общем, что угодно. Самый простой вариант, клюёт на вашей реке лещ на макарошки или не клюёт, а клевать он полюбаться будет, потому что вся рыба любит макаронные изделия от карасти. Карась, карп, латва, елет, уклейка, ёрш и тот же самый лещ уже на реке. Ну, там про озеро карпа карась. Не суть, ни хрен. Не суть важна. Самый простой и результативный способ, а в нём я всегда во многих видео-роликах говорил, вот у меня, особенно на донном монтаже, которым я ловлюсь, всегда стоят два крючка. Да, два крючка. Зачем? Ой, как меня там про это заблуждение писали. Опять там всех я вожу, как всегда, заблудение. Ну, чё, нормально. Наркоман алкоголи, который работает на Кремле Путина, на Центральное Развитивное Управление США, а свободное от всего этого время на исламское государство, которое вводит всех в заблуждение. Ну вот. Ладно, хрен. У меня всегда есть два крючка на этом донном монтаже. Зачем? На один крючок я всегда цепляю одно, на другой другое. То есть, допустим, на один крючок я нацепил кукурузку, на другой я нацепил те же самые макарошки. Зачем? Если рыба лечь в точке лова теперь есть, я её поймаю. То есть, я узнаю, какую сегодня насадку лучше. Почитаю. Именно лечь. Если он, он находится в точке лова. Понятное дело, если там леча, куда я это всё делал, зафигнул, нет. Да хоть там 20 крючков поставить на поводок, ни покровки я всё равно, в принципе, не увижу. Но тем самым, донном монтаже, на котором я ловлю на поводке, у меня всегда стоят два крючка. На один крючок я всегда цепляю животную насадку, а на другой крючок я всегда цепляю насадку типа растительного происхождения или искусственную насадку. Ту же самую макарошку. Вот. И всё это дело туда забрасываю. Понятное дело, если там никого нигде не плавает, там в точке лова, то ни на червяка, ни на кукурузку, ни на что-то другое, ни на горох, ни на макарошки, поклёвок у меня лещевских леща не будет. Ну а если он там есть, это всё дело у меня там приземлится. И теперь я узнаю, чего сегодня, в принципе-то, лещик предпочитает. Кукурузку или червяка, горох или те же самые рожки. Кто не понял сразу сути этого видеоролика, объясню простым русским человеческим языком. Ловите на донную снасть, прихватите всегда с собой такую насадку, как макарошки, будь это звёздочка, будь это рожки, будь это та же самая лапша, либо на крючке это всё дело сделано. Не буду повторяться, на канале у меня там всё это дело есть, как всё куда и как нацепить. И на поводок всегда цепляйте два крючка. На один какую-нибудь другую насадку, на другой крючок обязательно нацепите макарошки. Не забывайте. Макаронные изделия, они состоят из всех компонентов, тем более они варёны, рыба их любит. Как на реке, в принципе, так и на возик. Но мы про реку, про леща. На реке любит вся рыба. Мирно. Кладва, елец, густера, подлещик, ну и маленький лещик. И, конечно, лещик. Лещик весом от килограмма и более. Но с одним минусом. Не в любую погоду. Это я для тех клоунов, анонистов, которые думают, что я опять промокребну какую-то насадку. На моём канале нет ни одного рецепта. Ни насадки, ни прикормки, ни монтажа, ничего другого, которые работают бы против погоды. И того места, где рыбы нет. Оценки не пишите, оценки не ставьте. Комментарии не пишите. Такого рода пруга никогда в интернете много просмотров не набирало. Так как-то.